Добрый день, коллеги! Часть участников здесь офлайн, вместе со мной в зале, и часть подключается к нам онлайн. Мы постараемся вот этот замечательный формат, часть офлайн, часть онлайн, то есть это наша боль на многие годы, то, что принес нам коронавирус. Очевидно, с нами навсегда эти коктейли из таких мероприятий. Ну ничего, давайте для начала я всех представлю, по возможности всех, кто онлайн в том числе. Давайте сначала те, кто находится в зале. Это директор по корпоративным коммуникациям Теледва Кирилл Алявдин. Здравствуйте, Кирилл. Да, все можете включать микрофон, здороваться. Мне кажется, это будет прекрасно. Далее, вице-президент промышленно-металлургический холдинг Галина Ратникова. Галина, почему без названия у меня тут написано? Здравствуйте. Это такое название, промышленно-металлургический холдинг, сокращенно ПМХ. Да, хорошо, я тогда запомню. Слева от меня главный редактор журнала бизнеса общества Татьяна Бачинская. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Далее, сейчас, секунду, директора департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова. Татьяна, добрый день. Добрый день. И первый заместитель генерального директора из Дальской домской аргументы и факты Марина Мишункина. Марина, здравствуйте. Приветствую всех, коллеги. Да, у нас еще есть несколько участниц. Я вижу только пока участниц. Да, те, кто в зале, можете вот на экране наблюдать еще. А, на всех экранах, девушки у нас на всех экранах. Если я правильно понимаю, если что, поправьте меня, пожалуйста. У нас на связи онлайн с нами директор по маркетингу НТВ Анастасия Лисова. Или Лисова, простите меня, Анастасия. Лисова, добрый день, коллеги. Лисова, да. Извините, сейчас себе помечу, больше не ошибусь. Это руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова. Ольга, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Прекрасно. Видите, я почти ни разу еще не ошиблась. И заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пинчилова. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, очень приятно всех видеть. Прекрасно. У нас еще два участника онлайн, которые, очевидно, присоединятся к нам позже. Будем ждать, как только появится, сразу же начнем их подключать к нашей дискуссии. Ну что ж, давайте поговорим о последних восьми месяцах нашей с вами жизни. Она у нас у всех в этом смысле одинаковая, потому что пандемия, коронавирус, ограничения, карантины коснулись нас всех, вне зависимости от того, где мы работаем. И давайте так, для начала у меня вопрос не к представителям СМИ, а к представителям, скорее, корпораций. Вообще, в целом, в момент, когда стало понятно, что с нами это все надолго, как вы поменяли, если вообще бы это происходило, меняли ли вы как-то свой подход к программам, свой подход к своим вот этим задачам волонтерским или нет? Или просто поменяли там, условно говоря, как и многие другие, оффлайн на удаленку? Давайте начнем с тех, кто рядом со мной сидит. Кирилл, давайте с вас начнем. Вообще, единственный мужчина здесь, поэтому вам слово первое. Спасибо. Это очень ответственно. Что хочется сказать, что, конечно, с одной стороны, пандемия и коронавирус – это такая была история, серьезное, большое потрясение, очень для всех неожиданное. И, конечно, были определенные сложности с реализацией тех программ, которые мы обычно реализуем в рамках корпоративно-социальной ответственности, устойчивого развития. С другой стороны, если эти программы, они системные, они масштабные, они продуманные, то никакая пандемия, на мой взгляд, никакой коронавирус их серьезно изменить, сдвинуть, и тем более отменить, конечно, не может. Поэтому в Теле-2 основой вот этих программ является поддержка благотворительного фонда «Навстречу переменам». Это фонд, который ищет и поддерживает социальных предпринимателей, помогающих детям. И каждый год мы проводим конкурс по поиску этих предпринимателей. В этом году мы решили новых предпринимателей не искать, потому что мы прекрасно понимаем, что вряд ли в такое тяжелое время появилось большое количество стартапов в этой области. Мы решили поддержать тех, кто уже с нами работал на протяжении того времени, пока существует этот фонд, это 8 лет, и отобрали тех, кто нуждается в поддержке, провели конкурс, выдали им гранты. Соответственно, немножко изменилась механика, но при этом глобально ничего не поменялось и не отменилось. Спасибо, Кирилл. Отдельное спасибо за то, что коротко, я забыла об этом предупредить. Давайте сейчас коротко, буквально, потому что дальше у всех будет возможность рассказать чуть более подробно. Кто? Татьяна, Марина, Галина? Нет, Марина, наверное, по помощи. Да, если можно. Галина, пожалуйста. У нас дело было так. 16 марта мы объявили о том, что управляющая компания уходит на удаленку полностью, и до сих пор мы на удаленке так и не выходили, поскольку мы управляем предприятиями, которые системно образующие, и они не уходили на удаленку, поскольку это производство его остановить невозможно. То в смысле нашей основной работы ничего не поменялось. Что касается наших волонтерских корпоративных программ, то здесь мы шли, с одной стороны, от властей, и мы поддержали такие проекты, которые были инициированы региональными властями, как, например, общественный патруль в Кузбассе, где мы выдали своих сотрудников с тем, чтобы, соответственно, они принимали участие в общественном патруле, который бы рассказывал о том, что нужно носить маски, соблюдать меры безопасности и так далее. Кроме того, безусловно, время наложило свое отпечаток, и мы разработали, и до сих пор реализуем программу для наших сотрудников и ветеранов предприятия 65+, которые были вынуждены, соответственно, оставаться дома. Кроме того, была реализована программа поддержки многодетных семей. Мы все семьи наших сотрудников, которые являлись многодетными, обеспечили гаджетами, потому что была проблема с тем, что не хватало гаджетов, чтобы учиться на дистанционке. Что касается наших основных программ, то часть, конечно, мы временно поставили на паузу, потому что посещать детские дома и так далее было затруднительно, но часть мы оставили в части, например, помощи животным и так далее, потому что понятно было, что коронавирус коронавирусом, а животным помогать нужно. У нас так пока. Спасибо, Галина. Татьяна? Да, спасибо. Ну, что касается Нарникеля, наверное, здесь я подержу коллегу Кирилла. Если в компании существует системная многолетняя работа по корпоративно-социальной ответственности, грантовым программам, волонтерским программам, то единым моментом, наверное, вряд ли можно это все разрушить. Скорее здесь нужно было собрать, аккумулировать все ресурсы для того, чтобы очень быстро перестроиться, так как мы представляем металлургический бизнес, то здесь невозможно было перевести, естественно, все наши города, все производственные площадки полностью онлайн, но тем не менее мы в кратчайшие сроки перевели больше 10 тысяч человек на удаленную работу. Это была очень большая внутренняя коммуникация для того, чтобы не только обеспечить людей гаджетами и удаленным доступом к системам, но также объяснить им, в какой, собственно, новой реальности мы находимся. Что касается поддержки наших регионов, мы не прекращали реализацию наших программ и по возможности все это перевели в онлайн, но тем не менее мы подошли к вопросу помощи городам и регионам с точки зрения обеспечения их реальных потребностей здесь и сейчас. Понятно, что очень много говорят там за время пандемии о помощи медицине, о помощи муниципалитетам, о помощи регионам. Мы пошли еще дальше. Мы оказываем практически прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу в городах нашего присутствия, поскольку не секрет, что мы оперируем в городах, которые, в общем-то, являются моногородами, и вся социально-экономическая активность так или иначе связана с норильским никелем. И малый бизнес оказался в очень сложных условиях. И мы начали практически с первых дней помогать малому бизнесу с точки зрения обеспечения их средствами индивидуальной защиты, антисептиками, которые, как вы помните, было недостать. Финансово помогали им и предлагали свою помощь в отсрочке некоторых платежей, связанных с коммунальными услугами. И также, учитывая, что норильский промышленный район, где находится наше основное производство, это удаленный регион и очень сложная логистика, мы субсидируем малый и средний бизнес по доставке товаров, которые малые предприниматели реализуют. Ну и, как я сказала, мы быстро очень переконфигурировались, и все наши программы старались перевести в онлайн, но, собственно, сейчас все это находится в таком симбиотическом состоянии, онлайн-офлайн. Татьяна, спасибо большое. Да, симбиотическое состояние, это надо запомнить, это вот про все, что сейчас происходит. Я бы хотела подключить, во-первых, сказать, что к нам присоединился заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов. Роман, добрый день. Спасибо, что вы все-таки нашли время к нам присоединиться. Да, да, а вот Ольга Миронова с нами на связи онлайн. Я бы тоже хотела, чтобы вы с нами поговорили относительно изменений, которые принесла вам пандемия. Ну, конечно же, пандемия обострила тренд, который диктовался до этого поколением Z. Любой бизнес, который зарабатывает на социуме, не может оставаться вне общества, очень интересно, не может оставаться за скобками. Поэтому, конечно, в волонтерских инициативах сотрудников компании во время пандемии все больше коммунитарных проектов, направленных на различные группы социально уязвимые, на поддержку, конечно, врачей, помощь наиболее пострадавшим группам населения, это бездомным, мигрантам, пожилым. Мы с вами все оказались на удаленке и вдруг увидели, что вокруг достаточно много проблем остросоциальных. И нам, в принципе, приезжаем домой, не только спать, а находимся в своем городе небольшом, или в своем районе, или на даче. И поэтому, конечно же, проекты экоактивизма стали активны, инклюзивные проекты. Немножко затормозился рейсайклинг, но я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, потому что, опять же, поколение Z. И что вот, если в общем сказать, что, в принципе, у нас сегодня немного есть компаний, которые работают в B2C-сегменте, да, у них вообще все достаточно активно, потому что у них есть еще так называемый бренд-активизм, социальная и гражданская вовсе компании. Недавно прошла конференция бренд со смыслом, и очень интересно было слышать различные B2C-компании. Что касается ОМК, мы не свернули ни одну системную программу, мы, наоборот, их усилили и поддержали 47 волонтерских проектов, которые являются именно проектными. Более того, у нас волонтеры могут участвовать и в грантовом конкурсе ОМК-партнерства, становиться дальнейшими лидерами некоммерческих организаций. Мы поддержали еще 40 социально-предпринимательских проектов, потому что важно не сбавлять темп, и социальные предприниматели, как и волонтеры, стали вот именно такой подушкой безопасности для большого бизнеса, потому что они включились именно в такую поддержку различных групп населения, я уже перечислила. Поэтому ОМК выделила 180 миллионов именно на проекты, направленные на волонтерство, на поддержку некоммерческого сектора, потому что некоммерческий сектор приносит очень большую пользу именно в острые такие периоды, и на развитие социального предпринимательства, конечно же, на средства индивидуальной защиты. В принципе, тут действительно много антиургических компаний, которые ответственны за моногорода, очень похожи. Вот, и я могу в своем, как бы, выступлении сегодня расскажу о своем волонтерском опыте именно в период пандемии и опыте взаимодействия со СМИ, как позитивным, так и не очень. — Хорошо, договорились, Ольга. Спасибо вам большое. Я бы хотела попросить своих коллег из разных изданий, из разных СМИ тоже поговорить с нами об этом, о том, как с вашей точки зрения все поменялось, потому что если раньше, наверное, чтобы рассказать о чем-то там, ну, каком-то классном деле, каком-то событии, все-таки мы по-другому на это смотрели, а сейчас, последние там сколько-то месяцев, мы просто, мне кажется, каждый день говорим о том, что кто-то кого-то где-то спас, кто-то геройствовал, кто-то кому-то помог. Здесь такие инициативы волонтерские, здесь такие инициативы волонтерские. Мы это просто нон-стопом делаем. С вашей точки зрения, насколько мы, как СМИ, поменяли какую-то свою, не знаю, направленность, может быть, мы как-то стали более открыты, в том числе к корпоративным волонтерам, может быть, нет. Отдельно про проекты, которыми занимаются непосредственно СМИ. Да, мы чуть попозже подойдем, обязательно об этом поговорим, поэтому не волнуйтесь и об этом тоже. Татьяна, давайте тогда с вас, с Мариной, и все, кто с нами онлайн, тоже подключайтесь. Давайте поговорим об этом. Спасибо, Ирина. Мы специфическая СМИ, мы СМИ, которая освещает корпоративную социальную ответственность, социальное партнерство. И, конечно, специфика нашей работы в COVID была в том, что практически 4 дня всего удалось отдохнуть в году. И это, конечно, тяжело, может быть, получится, потому что мы делали обзоры по теме корпоративной социальной ответственности, социальное партнерство. У нас вышло 4 огромных обзора, и я рада, что мы так держали руку на пульсе, и я рада, что компаниям было тоже важно, чтобы мы их зафиксировали. Вот у нас там 2 миллиона, отметьте, вы там меньше написали. Ну, то есть это было важно компаниям, и вклад был огромный. Мы видели, как меняется и социальная ответственность компании, и что они делают в это время. Вот в этом была такая вот наша специфика. То есть мы старались помогать в этом отношении компании, чтобы как можно больше компаний вовлечь в это. И, конечно, очень важна была какая-то координация. Но мы здесь вот просто как медиа действовали, что-то подсказывали, то, что мы знали, куда можно обратиться. Был там национальный штаб, были какие-то, ну, какую-то работу, некоммерческим организациям помощь оказывали компаниям. С точки зрения вот координации, хотя это не совсем была наша деятельность, ну, знаете, на войне как на войне. То есть вот приходится участвовать в чем можешь. И очень страдал единственное из-за того, что как бы СМИ небольшое, хотелось бы, чтобы как можно больше узнали информацию. И восхищалась тем, что делают компании на самом деле. То есть это вот было достойно уважения. И я даже не ожидала вот такого вовлечения. И такие огромные суммы выделялись. То есть компании тоже поменяли свою стратегию и начали действовать по-другому. Да, и очень порадовало, это касалось больше западных компаний, я надеюсь, наши тоже, они объединялись и даже влияли на правительство Москвы. 153 крупнейшие компании выступили с определенным заявлением, и они призывали правительство быть ответственными и определенные меры принимать. Так что это тоже интересная тенденция. Согласна. Марина. Вы знаете, мне кажется, что стремление к добру, оно заложено в природе человека, и мы, медийщики, будучи неким таким медиатором между нашей читательской аудиторией, между властью и между обществом, должны, во-первых, разбудить вот это добро, которое скрыто в каждом из нас, и собственным примером показать, что делать. И знаете, на сегодняшний день у аргументов и фактов даже поменялся слоган. Мы сейчас, если видели наружку, выступаем под слоганом «главное внутри». Это, вот, знаете, мне кажется, он настолько многогранен, в том числе он говорит о том, что коммуникация с читателем, она зависит от именно искреннего обращения и донесения информации с той добротой и эмпатией, которая очень нужна сегодняшнему обществу. И, конечно, если говорить в целом о том информационном поле, которое покрываем и мы в том числе, сейчас мы говорим о волонтерских движениях, о добре и происходящем гораздо больше, чаще и с конкретными примерами. Тот проект, который стартовал у нас в первой волне коронавируса, он так и назывался «антивирус», он аккумулировал огромное количество информации о добрых делах, которые вершит бизнес, и большой, и малый, и средний, и более 90% этой информации касалось волонтерского движения. Марина, спасибо большое. Призываю тех, кто с нами онлайн. Простите, что я, видите, так делю все время, да, вы меня извините, это не специально. Ни в коем случае. Дарья, да? Вы же хотели сказать, отлично, Дарья, слушай. Вы знаете, для нас говорить о волонтерстве, о благотворительных проектах, это всегда было частью редакционной политики ТАСС, особенно в цифровой среде, потому что мы, в принципе, настроены на то, чтобы говорить о людях и об их делах, и через это рассказывать о стране. И, вы знаете, я, наверное, тут недавно заметила для себя, что первые недели две, а мы на удаленку ушли 19 марта. Видите, я слышу, что все запомнили дату, с которой они оказались на удаленке. У всех она так прямо отпечаталась. И вот прошло две недели с этого момента. Две недели мы, как информационное агентство, рассказывали о фактах, цифрах и так далее. И в какой-то момент мы осознали, что так растет тревожность у аудитории, так растет тревожность в обществе, что нужно менять уже вокабуляр, что нужно по-другому и о-другом с аудиторией разговаривать. Что как раз нужно говорить о доброте, о хороших делах, о помощи, о взаимовыручке. Использовать что-то, что действительно, вот самое правильное слово прозвучало уже, мне кажется, оно сегодня будет звучать очень часто. Очень важно работать с аудиторией так, чтобы развивать эмпатию. Потому что мы, правда, оказались в действительно такой сложной ситуации, когда, будучи абсолютно разъединенными, людям нужно было объединяться. Поэтому, мне кажется, у нас невероятно выросло количество контента, которое рассказывало о героических поступках, о сложных поступках людей в это действительно непростое время. Я сегодня чуть позже поговорю о нескольких наших больших специальных проектах, которые в это время появились. Но в целом количество репортажей, интервью, историй, зарисовок, эссе именно о людях, которые в этот момент неравнодушны, оно выросло, ну, наверное, в разы. Причем у всех коллег, вот насколько я слежу за рынком медиа, это было именно так, и это нас очень объединяет. Дарья, спасибо большое. Да, вот мы как раз перед началом нашей дискуссии говорили, что в какой-то момент, точнее, я немножко жаловалась, что в какой-то момент окружающая действительность превратилась в издание «Такие дела», которое раньше было такое вот одно, а мы где-то в апреле-май просто все в него превратились, так или иначе, не было, мне кажется, выбора никакого. Роман, присоединитесь к нашей беседе по этому поводу, пожалуйста, если вам есть что сказать, по поводу работы СМИ и о том, как у вас изменилась повестка, контент как раз в части волонтерства, в том числе корпоративного. Ну, как вы знаете, у нас третий год работает проект, который называется «Доброволец», поэтому в этом смысле у нас и позиция не изменилась. Мы уже несколько лет пишем о, ну, целенаправленно, о корпоративном волонтерстве, о подвигах компаний и так далее и тому подобное. И я так вспомню, что мы, в принципе, начали именно вот с вот такой, собственно, дискуссии, которая происходила, ну, был бы Ковалев, он вспомнил бы, наверное, три года назад, наверное, уже. Вот, поэтому с тех пор у нас много чего изменилось в этом смысле, мы постоянно об этом пишем. Я вот сейчас, как бы, слушая вот начало нашей дискуссии, я бы, наверное, все-таки немножко попытался бы заострить эту тему и тем самым, допустим, Кирилла Алябдина тоже, в том числе, призвать, который всегда резонирует, в том числе, на эти темы. Мне кажется, что, несмотря на то, что компании очень много реально сделали за этот год в плане помощи людям, мне кажется, они немножко недооценили свою возможность, но, скажем, стать ближе к обществу и, скажем, использовать эту возможность для того, чтобы реально показать, как все-таки бизнес большой в положительном смысле влияет на общество и как он помогает. То есть, да, конечно, коллеги совершенно все правильно говорят о том, что мы много пишем. У нас, вот я сейчас посмотрел рейтинг медиалогии, да, там количество сообщений о социальной ответственности, о социальных глагах выросло на 66%, там цифра приближается к 20 тысячам заметок. Но, тем не менее, мне кажется, что большой бизнес получил очень большой серьезный шанс на то, чтобы обратить к себе население, ну, так, на полном серьезе, чтобы люди поняли, что компании занимаются корпоративным волонтерством не для красного словца, да, а вот они помогают. Я к чему? К тому, что вот энергия, которая шла со стороны компаний, скажем, в стремлении об этом рассказывать, она, мне кажется, ну, недостаточно для того, чтобы ситуацию переломить. Все-таки общество, как вы знаете, в основе своей к бизнесу относится с подозрением у нас и в этом смысле Валерий Федоров тоже не даст соврать. Но сейчас вот как раз и есть шанс для большего бизнеса, чтобы показать, что корпоративное волонтерство – это реальная сила, которая помогает обществу. Я вот сегодня, опять же, писал Вадиму Ковалеву про Владивосток, там, на самом деле, очень серьезная ситуация, и я сегодня всерьез подумал о том, что действительно корпоративные волонтеры и компании, которые работают на территории Приморского края, я уверен, что они сейчас уже помогают, но я уверен, что они могут, вот уже являются той самой силой, которая должна в такие моменты себя максимально показывать. То есть я к чему? Я к тому, о чем и говорил три года назад. Не надо стесняться много, подробно, красиво о себе рассказывать, дорогие компании, которые практикуют социально-корборативное волонтерство. Я на этом стоял и стоять буду. Спасибо. Роман, спасибо большое. Роман, я смотрю, все просто козыри вытащил сегодня, и про Ковалева сказал, и про Федорова. Жалко, что про Дениса Терехова не упомянул, но я думаю, что это нас ждет в дальнейшем, когда совсем обострить уже захочется. А потому что вот на этом мероприятии я обычно выполняю роль Терехова, поэтому он тут... Заместитель Терехова, я поняла. Роман, буду вас теперь так называть. Анастасия, хотите ли вы присоединиться к этой дискуссии с точки зрения средств массовой информации, или можем попозже, когда будем говорить про отдельные проекты? Давайте попозже. Видимо, мы много уже времени, но я больше за женскую часть, за добро и за то, что НТВ в целом по-прежнему уделяет большое внимание информированию. Но я, наверное, попозже об этом расскажу, потому что у нас есть отдельный ролик, и есть, собственно, еще волонтерские проекты и сооруженные. Хорошо, договорились. Давайте тогда, раз уж Роман, так сказать, обострил нашу дискуссию, давайте действительно об этом поговорим. Я согласна с Романом в том смысле, что когда была острая ситуация, было ощущение, особенно в регионах во многих было ощущение, что пока сейчас бизнес не включится и не пойдет, и не возьмет где-нибудь, не знаем где, но где-нибудь вагон масок, значит, и тонну санитайзеров, и не привезет, то, в общем, ничего и не получится. Согласны ли Вы с Романом, Вы использовали все свои шансы, чтобы показать людям лицо бизнеса ответственного в момент, когда всем тяжело, эта штука коснулась абсолютно всех, в этом смысле мы все были в одной лодке. Как Вам кажется, получилось ли у Вас использовать все шансы на то, чтобы, опять же, соглашусь с Романом, не очень хорошо относятся к бизнесу многие люди, я так скажу, да, мы вряд ли на эту тему поспорим. Ну что, получилось, не получилось? Вы как-то так все задумались очень сильно, и Кирилл, и вот такой грустный лицо и Галина, давайте, да. Ну, тут, знаете, как она такая, формулировку Роман дал такую, как бы смогли продемонстрировать, но у нас в компании принято считать так, что мы, вот где работаем, там и живем, да, то есть наши акционеры, руководители, они все находятся в России, и, в общем, ну, как бы выросли в тех местах, где находятся наши основные производства. Поэтому, столкнувшись с вот такой вот непонятной на тот момент заразой, было непонятно, насколько будет серьезный масштаб трагедии для страны в целом и для наших производств и регионов в частности, наша первоочередная задача была максимально решить эту проблему, а не, как бы, информационно продвигать. То есть наша первоочередная задача была действительно обеспечить всех средствами индивидуальной защиты, там, поликлиники обеспечить. То есть мы, ну, как бы, все, что могли сделать и все, что, как бы, требовалось на тот момент, мы все сделали. Одновременно с этим мы понимали, что нам действительно нужно прокоммуницировать, в первую очередь, с нашими сотрудниками эту тему, почему важно носить средства индивидуальной защиты, почему важно соблюдать все те правила, которые сейчас устанавливает государство. И уже, наверное, в третью очередь мы думали о коммуникации с местным сообществом через региональные средства массовой информации. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что вот в тот период, когда это было важно, мы действительно сделали все, что возможно. Что касается, отработали ли мы на 100% именно по средствам массовой информации, не по источникам наших внутренних коммуникаций, а по СМИ. Но здесь я затрудняюсь ответить. Спасибо. Кирилл, Татьяна, Ольга, кто-нибудь хочет с нами поспорить? Да, я спорить не буду, я соглашусь. Дело в том, что не до этого было, потому что действительно стояла задача внутренних коммуникаций. Они вышли на первый план, как довести до сотрудников. Но что я могу сказать, что у нас действительно в апреле, так как происходит постоянный мониторинг состояния того же самого национального состояния сотрудников, наш фонд УМК «Участие» запустил проект «Город удивительных людей», где, в принципе, было как раз направлено на общение с местным сообществом. То есть у нас выступали различные знаменитости, говорили о той же самой пандемии, очень много было онлайн мероприятий, направленных на образование, на досуговую часть. Вот это было сделано, это правда. Потому что, но с другой стороны, если по пирамидам ослова, мы тушили самый базовый слой, что все связано с безопасностью. Я могу сказать, что пандемия вообще-то продолжается, и Минздрав вообще-то продлил ее до января 2022 года. Поэтому мы по-прежнему находимся в этом. Что касается коммуникаций региональных, ну, наверное, нет. Мы как бы, опять же, времени не было на то, чтобы там трубить о своих делах, потому что задачи постоянно немножко другие. Но использовали действительно внутрикорпоративные СМИ очень активно газеты наши, порталы, журнал, который рассказывал о тех волонтерских инициативах, которые были направлены как раз на борьбу с той же самой пандемией, руками наших сотрудников. Поэтому, наверное, вот такой какой-то острой дискуссии я соглашусь. Ну, окей, хорошо. Давайте, если я правильно поняла, самая важная задача в больших корпорациях была обеспечить своих сотрудников безопасностью, да, как-то безопасность своих сотрудников, плюс перевести всю работу, ну, как бы возможно, на удаленку и не увольнять кучу людей, это тоже, в общем, социальная ответственность, надо сказать. Нет, неправда. Поддержать местные сообщества, поддержать малый бизнес, поддержать тех людей, которые живут в наших моногородах, их эмоциональное состояние. То есть это все бизнес делал. Вот, вот, вот. Ольга сейчас очень правильную вещь сказала на самом деле. И в этом возможность, собственно, компании. Дело в том, что, когда я говорю о том, что появился шанс у большого бизнеса поменять или скорректировать себе отношения, или улучшить к себе отношения, я имею в виду вообще в целом к бизнесу, не к какой-то конкретной компании, а вообще к бизнесу, как к участнику общества, да, который приходит в трудный момент на помощь. Я говорю именно о том, вот это вот слово надежда и так далее, люди в регионах себя очень грустно порой ощущают, понимаете, и надо, чтобы пришла вот эта помощь и поддержка, откуда она еще придет. Да, есть власти, но с властью у наших людей, я думаю, что, опять же, если бы был Федоров, он бы показал, что надежда на власти, это еще не все, да, есть еще силы, и большой бизнес является этой силой, которая в трудный момент приходит на помощь. Это дает надежду, это увеличивает у людей вот это внутреннее ощущение жизни и так далее. А как этот сигнал можно передать? Через средства массовой информации. И вот об этом я говорю, что мы пока не чувствуем, я имею в виду, ну, ладно, за себя буду говорить, я как средство массовой информации, что у компаний, компании понимают, что они, рассказывая о своих добрых делах, не пиарят себя в плохом смысле этого слова, а транслируют надежду людям. И это хорошо, это надо делать, и этого надо делать больше. А вы чувствуете разницу, Роман, спасибо, а вы чувствуете разницу между транслировать надежду и рассказывать о своих хороших делах? Вот, Роман, разное слово пиарится. Сейчас давайте пока вы думаете, кто захочет ответить и поговорить об этом. Я скажу, что к нам еще через Zoom присоединился директор департамента внешних связей Еврахим Владимир Торин, который, по-моему, находится в радио «Комсомольская правда», и у нас двоится это с Романом Кармановым немножечко. Вот. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Меня слышно? Да, вас хорошо слышно и даже видно. Да, мы буквально в разных залах сейчас находимся с Романом. У меня вот буквально минуту назад закончился эфир, а у Романа, как я понимаю, закончилось хоть совещание большое глобальное. Мы сейчас обязательно пересечемся и поспорим, поспорим на вот эти вот темы, потому что они стали настолько актуальны с этим пандемией, с коронавирусом. Так поспорьте же немедленно, давайте, Владимир, поспорьте с Романом сейчас, пока мы тут. Давайте, давайте я поспорю. Вот в чем спор. Нельзя считать, что есть кто-то, кто-то такой, кто ответственен за борьбу с пандемией. Например, власть. Власть должна взять и всех вылечить или спасти. Или бизнес. Бизнес должен дать всем очень много денег, чтобы наконец-то потом зарабатывать эти деньги все время и куда-то тратить. Пускай нам, нас, всем нормальным людям, и нечего им зарабатывать. И это тоже неправильно. Или какие-то общественные активисты, не знаю, какие-то очень активные люди, граждане, граждане, которые говорят, мы сейчас все спасем. На самом деле, ни первые, ни вторые и ни третьи не являются тем вот краеугольным камнем, не знаю, той основой, которая берет и спасает всех. А вот как раз, если мы нарисуем с вами вот такой треугольник, треугольник на бумажке, да, с тремя вершинами. В одной вершине будет власть, в другой вершине этого треугольника будет бизнес, а в третьей вершине этого треугольника будет активное общество, активные какие-то сообщества, активные люди, да. Вот если ровно от каждого вот этого угла провести биссектрису, то в центре треугольника мы получим такое золотое сечение. И вот только тогда, и вот только тогда все и заработает, когда одновременно и власть, и бизнес, и общество придумают какие-то единые, совместные, правильные действия, которые нравятся всем участникам этого треугольника. Вот тогда, вот тогда и будет победа, или, как поет Роман Карманов, и тогда вода нам, как земля. Владимир, спасибо. Есть у меня подозрение, что кто-нибудь с вами тоже захочет поспорить, но давайте вернемся к нашей дискуссии относительно дать надежду и попиариться, есть ли разница чувствоваться в ее... Давайте я вам расскажу, например, о нашем опыте. А вот Владимир опять будет с нами. Да, об опыте компании «Еврахим». Мы вот взяли этот треугольник за основу, про который вообще-то рассказывают, и решили сделать совершенно конкретную вещь. Понятно, что во время пандемии, да, жутко, везде делали какие-то штабы, везде ходили какие-то люди в масках, там, что-то хорошее и нужное делали. В общем-то, так делали и мы. Пока однажды мы подошли более глубоко, более широко к этому вопросу. Мы стали делать не просто штаб к борьбе с коронавирусом, а некий штаб, в котором обязательно на его заседании должны присутствовать представители вот этих вот трех сил. У нас теперь штаб собираются в Зуме все руководители наших предприятий, руководители муниципалитетов, представители субъектов федерации и представители общественных движений. И мы получили колоссальный совершенно опыт, потому что получилось, что очень часто то, что нужно власти, совсем не нужно населению. А то, что нужно населению, совершенно не заинтересован в этом бизнесе. И выяснилось, что вот когда вот в прямом эфире вот так нужно договариваться, имея во главе угла главную задачу победить коронавирус, Выяснилось, что мы можем договариваться, выяснилось, что мы очень нужны друг другу. И выяснилось, что мы можем придумывать такие акции и такие мероприятия, которые были бы интересны всем, устраивали бы всех и делали бы лучше ситуацию с тем же коронавирусом в данном конкретном населенном пункте. Так мы не покупали что-то, что мы считаем надо купить из больницы, а мы помогали больнице точечно именно тем, что и надо. Но при этом еще и слушали тех больных, которые там находятся. И получалась абсолютно мощнейшая такая синергия. Владимир, простите, что я вас перебиваю, а если к теме нашей дискуссии вот так вернуться, вот все то, что вы сейчас рассказали, вам помогало как-то присутствовать в повестке региональных СМИ? Конечно. Но в данной ситуации эта повестка региональных СМИ, она была не вопреки и не потому что. Это было нормальное, естественное течение жизни, потому что мы одновременно решали все проблемы вот этих трех сторон треугольника. А СМИ это как раз часть этого треугольника, частично от власти, частично от населения, от активных граждан. То есть мы попадали в поле зрения СМИ не потому что мы попросили их про это написать или сделать сюжет, а потому что СМИ так же, как и мы, в этом участвовали. Они были участниками этого треугольника, они были участниками наших совместных действий. Простите, что я к вам предстаю с такими вопросами. Престаньте, пожалуйста, посильнее и побольше. Но мне стало очень интересно, то есть в момент, когда вы присутствовали в повестке региональных СМИ, там прям звучали названия компании, да, вот это все как-то происходило. Или это было просто вот сообщение о том, что золотаясь, что? Иногда не звучали. У нас, вот скажем, был хороший опыт, вот эта вот акция «Мы вместе», которую делала администрация президента. Вот наши ребята с наших заводов волонтерили там, да. Да, вот про них, кстати, не писали, что это Еврахим, но там писали, что молодежь с завода такого-то, такого-то. Все равно они приходили там разгружать какие-то медикаменты для больницы. И это все было вот в рамках этой акции «Мы вместе». Про акцию «Мы вместе» с ними писали, но не писали название компании. Например, иногда не писали, да. Спасибо большое. Коллеги, вернитесь, пожалуйста, да, к нам. Татьяна, слушай, давайте, да. Да, я вот с большим интересом слушаю дискуссию на тему «Все ли сделали компании для того, чтобы их услышали?» Я хотела бы вот под каким углом эту проблему озвучить. На самом деле мы живем в этом информационном супе, связанном с коронавирусом, уже очень длительное время. И, наверное, не секрет, что все участники этой дискуссии и многие компании, которые участвовали сегодня в форуме, да и вообще, в принципе, весь крупный бизнес и более-менее средний бизнес, так или иначе задачи рассказать о своих усилиях в борьбе с коронавирусом на разных этапах уже решили. Ну, все мы рассказали о том, сколько литров антисептика мы закупили, сколько масок мы сшили, скольким больницам мы помогли. Ну, не секрет, коллеги, все об этом писали, и очевидно, что региональные СМИ. Кирилл не писал. Вы не помогали больницам, Кирилл? Ну, в любом случае, компании… Мы помогали нашим потребителям, нашим клиентам, и для нас главная задача. Прости, что… Ну, некоторым образом, да, есть там разный фокус задач, да, то есть, если говорить о том, как крупные системообразующие, градообразующие компании, да, помогали регионам, помогали своим сотрудникам, которые одновременно являются жителями регионов, очевидно, что действительно в первую очередь, и я подержу здесь коллег, мы решали задачи обеспечения безопасности людей. Естественно, на этом этапе компании об этом говорили, и я могу отметить о том, что был некий эффект соревновательности, который, на самом деле, всех подстегивал, в том числе и в публичном пространстве, о том, как компании помогают, о том, как компании об этом рассказывают. На мой взгляд, сейчас есть потребность, в том числе от бизнеса и от общества в целом, может быть, с помощью СМИ посмотреть на эту проблему дальше. Вот мы с вами сейчас, да, там находимся в ситуации, когда ВОЗ объявляет о том, что пандемия продлится до весны 2021 года или 2022, я не буду прогнозировать, я не ВОЗ в данном случае. Но давайте с вами посмотрим на то, что, это очень банальная фраза, но, тем не менее, мир перестал быть прежним. И у нас изменился уклад, как уклад хозяйствования компаний, как уклад жизни домохозяйств, уклад протоколов работы абсолютно всей этой триады, о которой говорил Владимир. Бизнес, власть, общество. Может быть, с помощью средств массовой информации и с помощью тех кейсов, которые наработали все участники, скажем так, этой всемирной борьбы с пандемией, может быть, стоит начать рассказывать о том, как нам подходить к жизни и деятельности в этой новой реальности. И это станет новым мейнстримом для той самой коммуникации. Вот, смотрите, теперь крайние СМИ, мне нравится эта дискуссия, теперь вот от нас все зависит. Роман, мне кажется, вам надо ответить. Нельзя, знаете, Дарья, кто-нибудь, а то буду отвечать я, это будет неправильно. Ответ находится перед вами. Это Владимир Торин, который, сидя под логотипом «Комсомольской правды», вот он оружие двойного назначения. С одной стороны, да, Еврохим, с другой стороны, ведущий программы «Инфантастика», которая как раз о будущем, в котором теперь возможно все. И, собственно говоря, тем самым сам лично Владимир Торин решает вот этот вот социальный, так сказать, заказ на будущее, да, на беседы о будущем, как там будет чего устроено и так далее и тому подобное. Я считаю, что это, ну, просто вот презентация того, насколько компания может, с одной стороны, занимаясь социальной ответственностью, с другой стороны, зайти прямо в дом к аудитории и вот прямо ему, пользуясь каналом коммуникации, о каких-то вещах рассказывать. Но это не может являться, Роман, при всем уважении, универсальным советом. Да, мы понимаем, что вы очень хорошо относитесь к Владимиру, мы тоже его все очень любим, уже много лет подряд встречаемся на этих площадках, но тем не менее. Но вот есть еще куча людей здесь, вы что, всех возьмете к себе на радио работать? Ирина Витальевна, подождите, я должен поддержать. Ну, разумеется, вы должны поддержать, Владимир, я не сомневалась. Почему нет? Дайте мне сказать. Подождите, Владимир, можно мы с Романом сейчас обсудим ваше будущее профессиональное? Ой, извините, не ваше, а других участников. Так что, Роман, всех возьмете на работу? Всех, кому есть чего сказать, мы возьмем. Вот я бы так сказал. Но понимаете, в чем проблема? Вот мы сидим с вами сейчас, да, вот мы как бы виртуально за этим столом сидим, вы находитесь за этим столом. Дело в том, что кого мы себя представляем с вами? Мы представляем из себя с вами самых активных участников этого процесса. Поэтому изнутри у нас с вами есть уже определенная деформация. Нам кажется, кажется, что вообще-то говоря, мир уже начал меняться и уже все вокруг начинает расцветать и так далее и тому подобное. Но на самом деле, мне кажется, надо все-таки быть, ну, как бы немножко более критически относиться к этому, потому что вот за рамками этого нашего с вами виртуального пространства есть компании. И, по-моему, где-то я уже встречал, Федоров, по-моему, говорил, там порядка там, какие-то цифры назывались порядка 70%, да, которые вообще-то говоря про корпоративную социальную ответственность, ну, или слышали, но как бы не ощущают такой потребности, или считают, что им это не надо. И их, к сожалению, больше. Так вот, я бы, собственно, хотел, чтобы мы как-то договорились уже о том, что рассказывать о корпоративной социальной ответственности – это не стыдно, это хорошо, и надо делать это много. И ответственность за то, чтобы это делать много и заражать всех остальных, она лежит на нас с вами. Причем это напрямую касается нашего будущего, потому что большой бизнес должен реально стать частью жизни наших людей. И если они, если что-то в их жизни плохое происходит, там, бог с ней с пандемией, понимаете, но они должны понимать, что если что бы ни громыхнуло, рядом есть большой бизнес, который решает в том числе их проблемы, а не только своих собственных или своих сотрудников. Вот. Спасибо, Роман. И на нас с вами лежит ответственность за то, чтобы пропагандировать, а не только на программе «Мы вместе», в которой я отношусь с большим уважением, это очень круто было, классно. Но я думаю, что надо всем просто бизнесу в этом больше участвовать и не стесняться ничего. Дарья, хотите ли поучаствовать в этой беседе? Я хочу только согласиться с коллегами. На самом деле, мне кажется, сейчас такой удивительный момент. Вот знаете, там все спорят, первая волна, вторая и так далее. У запроса аудиторного, наверное, тоже была первая волна, о которой мы с вами уже говорили. Та история, в которой, ну, как бы, все они понимали, что делать. Сейчас уже все сжились и смирились с тем, что завтра эта история не закончится, послезавтра тоже не закончится. Нам с этим жить и жить. У людей появились другие страхи другого рода. Страхи за, не знаю, там, свое трудоустройство, за безопасность своей семьи, за уверенность в завтрашнем дне и так далее. И СМИ, как раз, на мой взгляд, сейчас переориентировались в сторону именно говорить про будущее. Про то, как прожить, какую профессию получить, какую помощь где можно получить, как перестать бояться и так далее. Это удивительная точка пересечения, когда и у СМИ есть запрос к бизнесу. Дорогой бизнес, расскажи нам, пожалуйста, что ты делаешь для этого. А аудитории есть запрос к такому контенту. Поэтому, несмотря на то, что всех на радио «Комсомольская правда» работать, наверное, не возьмут, но мой месседж состоит именно в том, что разговаривайте со СМИ. Сейчас удивительное время, когда любой разговор о ваших активностях на самом деле нативный. Это вот не публикация в разделе какой-нибудь там новости партнеров для того, чтобы оно просто было. Когда есть реальный аудиторный запрос и запрос площадок для этого. Кажется, такого времени, надеюсь, больше не будет. Сейчас, Татьяна, простите, что я Марине не даю сказать, просто иначе я забуду. Мне очень хочется спросить Дарью. Вот смотрите, ТАСС в этом году делал проекты с большими известными организациями коммерческими. Это никак не бизнес, но тем не менее, каким образом выбирали, что это именно Лиза Лерт, именно фонд «Друзья» и так далее? Как это происходит и возможно ли такой большой проект с кем-то из корпоративных волонтеров бизнеса? Каждый раз это абсолютно индивидуальная история. Например, проект с фондом Лиза Лерт был сделан к их десятилетию. То есть мы пришли к фонду именно потому, что был большой информационный повод, а мы хотели об этом поговорить. Это наша социальная ответственность как медиабизнесы. Проект с фондом «Друзья» был чистой воды инициативой коллег, у которых там появилось исследование. Они хотели сделать его понятным и предпочли нас как площадку, которая умеет это делать. А вот проект, который мы делали по донорству крови, это и вовсе частная инициатива одного из наших сотрудников, который сам является донором. А мы очень внимательно прислушиваемся к тому, что хотят делать люди изнутри. Поэтому была такая идея, которую мы тоже со всех сторон поддержали. Это абсолютно индивидуальная вещь, поэтому если у кого-то из корпоративного сектора есть отличная идея, тем более если там можно объединить несколько компаний в едином порыве, это всегда очень интересно. Тут нет, на мой взгляд, никаких универсальных решений. Спасибо. Да, Татьяна, простите, я не дала вам возможности сказать. Ну, это дискуссия, поэтому тут я хотела бы поддержать Дарью в том отношении, что, конечно, в медиа выгодно писать, когда сейчас идут две новости, в медиа нас преследуют на таких мероприятиях и предыдущих, что это неинтересно нашей аудитории, говорят в медиа, когда мы все время говорили, вот пишите, почему нет информации, это же так важно, это важно для общества, для всех. Но вторая тенденция появилась сейчас, вот в этот период, когда появился интерес, возрастающий интерес к тематике и корпоративной социальной ответственности, включая экологию, я вижу по себе, насколько я там внимательно слежу состав продуктов и так далее. Этот интерес появляется, и медиа, получается, тоже выгодно эту тему освещать, ведь мы знаем, что события зависят от того, наблюдают их или нет, как это ни странно. То есть их может не быть, если о них никто не говорит. И мы знаем, что, например, за сутки после выхода интервью Дудя с фотографом Дмитрием Маркеловым, на 3 миллиона рублей увеличилось пожертвование благотворительной фонды. И у нас основная была проблема, у нас в предыдущем мероприятии говорили, ну платите деньги, будем о вас писать, то есть это пиар. Конечно, дилемма между дать надежду или попиариться, она, конечно, очень тонкая, вот эта грань. Мне интересно, какие нужны материалы, чтобы они заинтересовали медиа, чтобы это было, вот, например, материал о корпоративной социальной ответственности, чтобы это было не пиар, чтобы это был какой-то материал, действительно, который эту тему освещает, но чтобы это было интересно аудитории. Очень долго об этом говорили, и различные, вот последний раз, когда Роман как раз вёл подобную дискуссию, мы остановились на том, что хорошо бы создавать коалицию ответственных медиа, ответственных журналистов, которых можно было бы просвещать по этой теме, рассказывать, что интересно, и приглашать куда-то. Это важно. Я еще такой приведу пример. Недавно глава Комитета Государственной Думы по делам молодежи, туризму, это, по-моему, еще называется культуре, он предложил этический кодекс, очень настораживающую такую вещь он предложил, о том, чтобы для блогеров, и что здесь должна быть ответственность у них и гражданская, и административная. С одной стороны, это немножко такая тревожная новость, с другой стороны, он сказал, что это ведь важная информация, мы будем вас еще и поощрять с точки зрения того, что вы освещаете проблемы, связанные с туризмом, и это так важно для общества поддерживать туризм в России. Я не вижу таких инициатив с точки зрения продвижения корпоративной социальной ответственности, социального партнерства. Мы же знаем, что много корпоративных людей в Госдуме, в той же, да, мы знаем, куда нам пойти с нашими, да, какой-то комитет, комиссия. Вот я слушала дистанционно вот наше сегодняшнее мероприятие, спасибо Ассоциации Менеджеров за такой форум, и Министерство экономического развития говорило, что у них есть комиссия по благотворительности, по развитию волонтерства. Может быть, нам активнее участвовать в корпоративной составляющей вот этих комиссий, ведь это ведь тоже очень важно, ведь внутри благотворительности есть и корпоративная составляющая, пусть не вся КСО, да, но часть ее филантропическая, да, внутри, да, волонтерства, корпоративного много. Я предлагаю, ну, может быть, мы еще к следующему перейдем, какие шаги, как сделать так, чтобы общество все-таки знало об этом? Я тут, у меня тут есть ряд предложений, помимо того, чтобы создать коалицию таких ответственных медиа и журналистов. Или... Да, да, мы к шагам тоже перейдем позже, поскольку считать за шаг обещание всех трудоустроить на комсомольскую правду, мы это будем считать нулевым шагом, с этого мы... Да, мы вряд ли сможем переплюнуть роман, это правда. Я, Кирилл, с вами совершенно согласна. Да, Марина, прошу вас. Спасибо, Ирина. Я хотела бы поддержать Дарью и Татьяну в какой-то степени попытаться ответить на вопрос Татьяны, ну вот что писать, какими должны быть материалы, чтобы они были интересны издателям, и чтобы эти материалы не просто были интересны издателям, но и заходили на широкую аудиторию, ведь для этого они пишутся, правильно, это материалы. Сегодня неоднократно упоминали фамилию Валера Федорова, и я хотела бы сейчас озвучить вездесущих статистов и социологов, которые после выхода людей с первой волны пандемии померили новые ориентиры общества, померили настроение людей, и вот что они вынесли из этого замера. Смотрите, ценности среднестатистического россиянина после выхода из режима ограничений следующее – самоуважение, свобода, диалог, сотрудничество, устойчивое развитие, открытость, эмпатия, все экологичное, как раз то, о чем сейчас говорила Татьяна, и безопасность. Но это одна сторона медали. Если мы посмотрим, что россияне считают своими главными ценностями, и что они хотели бы развивать в России, в той стране, где они живут, то получается, что эти ценности, они практически коррелируют одно с другим. Смотрите, сотрудничество, эмпатия, диалог, свобода, самоуважение – это то, что сейчас считают главным, и что нужно для того, чтобы Россия стала сильной и богатой, это социальная мобильность, опять-таки сотрудничество, диалог, эмпатия и устойчивое развитие. Получается, что для того, чтобы слышали о волонтерстве, о корпоративном волонтерстве, о КСО и о деятельности всех тех компаний, о которых упоминала Татьяна, нужно говорить в коннотации тех понятий, которые ждет аудитория. И если для людей сейчас важны вот эти параметры, то ваше сообщение и ваше обращение, оно должно быть в понятиях эмпатии и содержать все то, что общество хочет услышать. Тогда оно максимально зайдет и будет расшарено. И мы, медийщики, такого рода информацию с большим удовольствием у себя публикуем и ждем такого рода информации. Как я уже говорила, и Роман об этом говорил, все практически издательские дома сейчас стараются тоже, так же, как и бизнес, сделать как можно больше добра и более того, сделать так, чтобы эта цепочка добра не оборвалась от бизнеса к аудитории, от аудитории к власти и в обратную сторону. Марина, спасибо большое. Я бы хотела коллег попросить ответить на короткий вопрос в связи с этим. Когда мы говорим про региональные СМИ, с которыми вы работаете, какие проблемы у вас с этим связаны? Вот мы с Кириллом в том числе говорили об этом до начала нашей дискуссии, и получилось, что, в общем, это довольно непросто, несмотря на то, что ты транслируешь все то, о чем вы сказали, Марина. Спасибо за подводку. Профессия у меня такая, Кирилл. Шикарно получилось. Действительно, хотелось бы поговорить о нескольких системных моментах. Вот у нашей благотворительной КСО-программы, у нашей программы корпоративного волонтерства есть вполне конкретные цели и задачи. Очень кратко в двух словах опишу. Целедва поддерживает благотворительный фонд навстречу переменам, который помогает социальным предпринимателям, оказывающим помощь детям, оказавшимся в сложных ситуациях разных. И наша задача в чем заключается? Чтобы, во-первых, этот фонд открытый, то есть мы хотим, чтобы у него было больше партнеров, чтобы у этого фонда появилось больше партнеров, чтобы у него появилось больше средств на существование, причем здесь корпоративное волонтерство. Сотрудники Теледва, помимо того, что компания дает деньги, они оказывают экспертную поддержку этим социальным предпринимателям. И это часто важнее, чем деньги. И у нас сотни сотрудников консультируют этих предпринимателей, как развивать свой социально ответственный бизнес, как из стартапов сделать системно работающие, не нуждающиеся в различных грантах и постоянном внешнем финансировании предприятие, которое помогало все большему количеству детей в нашей стране. Так вот, как мы можем заинтересовать крупные компании, чтобы они пришли в наш фонд и стали его тоже поддерживать, и, соответственно, их сотрудники тоже. Мы должны об этом как можно громче везде говорить. Причем не только в профильных изданиях. При всем уважении, это замечательные издания, но не всегда у них достаточно широкая аудитория. И эти профильные издания, опять-таки, я их очень уважаю, они всегда про нас рассказывают, и поэтому у нас нет с этим проблем. Очень важно, чтобы про вот эту связь компании, фонда, корпоративного волонтерства рассказывали бизнес-издания, которые читает бизнес, или общественно-политические издания, которые читает большое количество людей. Роман в данном случае, говоря о том, что «вот, пожалуйста, я всех готов принять комсомольскую правду и обо всех рассказать», он не лукавит. Действительно, он так и делает, он молодец. Но комсомольская правда – это исключение из правил. Это, так же, как и аргументы и факты, это несколько крупных издательских домов, которые очень серьезно себя чувствуют на медийном рынке, у которых большая юридическая поддержка, которые имеют достаточно большие ресурсы, чтобы писать о том, о чем они хотят, так, как они хотят, и чувствовать себя комфортно. Если говорить о региональных СМИ, к сожалению, в региональных СМИ ситуация несколько сложнее. Не все они так защищены, комфортно себя чувствуют, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому они настороженно относятся как раз вот к таким историям, когда мы пытаемся рассказать про связь компании и корпоративного волонтерства, показать, насколько участие в этих программах выгодно бизнесу, потому что эти программы очень сильно поднимают индекс вовлеченности сотрудников в компании, а это влияет на текучесть кадров, ее снижает, это повышает выручку бизнеса. Мы вот про это рассказываем. Это не реклама, это не пиар, какие мы молодцы. Мы рассказываем про бизнес в целом, про стратегии, про то, как помочь системно людям. И тем не менее, региональные СМИ боятся про это писать просто так, потому что может прийти ФАС, может прийти налоговая, и начнется всем известная история, от которых крупные холдинги, медийные, наверное, защищены больше. И именно поэтому я вижу системную проблему в продвижении волонтерских программ, корпоративных волонтерских программ, не в том, что у нас сейчас пандемия или экономический кризис, потому что пандемия пройдет, я надеюсь, и кризис пройдет, и у нас там будет новый подъем экономический, и так далее, и так далее. А вот эта системная проблема, связанная с законодательством, с регуляторикой в области СМИ, рекламы, она останется. И решать как раз нужно, на мой взгляд, ее. Потому что сейчас корпорации крупные тратят значительные усилия на то, чтобы запустить эти замечательные корпоративные волонтерские программы. Сотрудники тратят свое время, они отдают часть себя помимо рабочего времени. А получается, что еще в дополнение к этому корпорации должны придумать, а как бы мне еще так вот хитро бы в регионах рассказать про это, чтобы вообще про это кто-то услышал. Потому что помимо того, что эта история хорошая, ее еще надо дополнительно обернуть во что-то, чтобы про нее кто-то написал. Спасибо. Да, Кирилл, спасибо большое. Татьяна, да, я бы хотела еще попросить после Татьяны, если у вас, коллеги, есть такие же проблемы с региональными СМИ, пожалуйста, вы сказали. Да, Татьяна, пожалуйста. Ага, ну я по поводу законодательной инициативы. И вот буквально сюда, на этот круглый стол, я еще перебежала после нашего, был круглый стол с Череповцом, который тоже был на эту тему. И там одна из, там были медиа, присутствовали, они рассказали, что они очень вовлеклись в эту тему, когда, как волонтеры, присутствовали в мастер-классе, читали на эту тему, и бизнес, и НКО их вовлекали в это. Ну это известная возможность вовлечения, да, журналистов. Но я хотела сказать про вот проблему, про которую с ФАС Кирилл говорил. Мы давно эту тему уже обсуждали, но, Вадим, мне надо соврать, в общественной палате есть комиссия по социальной рекламе и социальной информации, и они как раз вот эту тему отслеживают активно. И мне казалось, они меня успокаивали, говорили, что сейчас нет тех проблем, которые были раньше по поводу публикации в средствах массовой информации, что уже закон о рекламе снял эту проблему, и мы над этим работаем, потому что когда-то мы в 2000 году в 2000 году собирали юристов и поправки к закону о рекламе, чтобы не считать информацию, упоминание, название организации в связи с благотворительностью рекламы и передавали в Думу. И они меня уверяют, что такого нет, то есть абсолютно, что решено. Но сейчас вот Вадим тоже участвует в общественной палате, член общественной палаты и как раз занимается развитием корпоративного волонтерства, сейчас переименована эта палата, поэтому, может быть, нам есть смысл и вот активно или как-то объединиться вот с этой комиссией и продолжать, если действительно проблема серьезная, потому что мне и в Омске говорили, что упомянули название компании, вот ФАС пришел, и там были проблемы, какой-то штраф взяли, и СМИ иногда боятся. Да, упомянуть название компании можно в рекламном материале. Рекламный материал – это материал с пометкой на правах рекламы, соответственно, за него должны быть уплачены деньги. И, конечно же, платить за материалы о корпоративном волонтерстве, ну о волонтерстве, уберем слово, корпоративное, неважно, да, в средствах массовой информации мы не то, что мы жадные, да, или там у нас недостаточно денег, для того, чтобы поддерживать СМИ или делать какие-то с ними спецпроекты, просто это немножко странно. Ну, то есть, это же не продуктовая реклама, там, не продвижение тарифов, услуг, там, каких-то, там, продукций. Ну, если можно, я ремарку, да, отпущу все-таки по этому поводу. Дело в том, что, ну, тут есть два обстоятельства. Первое заключается в том, что вообще вот этот аргумент, который связан с тем, что, ну, мы не можем упоминать название компании, там, и так далее, и так далее, и так далее, мне кажется, это простая отговорка, которую используют в основном средства массовой информации, которые не хотят об этом писать, просто-тапросто, ну, вот так вот, да. Во-вторых, если мы залезем в закон о рекламе, там есть признаки рекламы. Для того, чтобы это считалось рекламой, там должен быть целый ряд обстоятельств, контактные телефоны, и не только название компании, ну, то есть, в большинстве случаев любой юрист, ну, как бы, отбоярится от этого. Все, и хороший редактор, главный редактор, просто редактор, он тоже это все прекрасно знает, и служба рекламы это все прекрасно знает, поэтому я, у нас на самом деле были случаи, когда мы собираемся так вот с коллегами об этом поговорить, вот, и после вот такого же мероприятия в прошлом году мы с коллегами собрались, всегда есть такой, как бы, руководитель СМИ, который эту тему поднимает. Но, по моему ощущению, это, ну, так, один из контраргументов, да, почему бы нам об этом не писать. Вот мы об этом пишем уже три года целенаправленно уже, да, и у нас есть, например, если о регионах говорить, замечательное предприятие в Красноярске, например, да, Алла и Страти, КП Красноярск, которые работают, ну, буквально, я думаю, там, с большинством тех, кто здесь находится. У них много мероприятий, которые они, там, есть что-то в рамках контрактов, что-то не в рамках контрактов, и они знают, и мою позицию в том числе, что если им надо поддержать, то давайте поддержим, да, лишний раз напишем. Ну, слушайте, не было никаких проблем. Роман, а вот мне Ирина разрешила задать тебе вопрос. А вот скажи, как ты думаешь, а почему тогда некоторые средства информации, массовой информации не хотят писать про волонтерство, про корпоративное, и придумывают вот такой аргумент про закон о рекламе? Я могу тебе ответить. Если, если дадите, я... Кирилл... Кирилл... Секундочку, Роман, если... Давайте Роману все-таки дадим возможности. Может, задать вопрос. А вот Владимир, вам честное слово. Я, в принципе, почти на это ответил. Дело в том, что мы с вами сейчас представляем достаточно молодое явление для нашего медийного рынка. Я имею в виду, ну, вот это вот... Мы пишем о корпоративной социальной ответственности. Дело в том, что когда мы поднимаем эту тему, мы путаем часто туда в одну кучу еще и НКО, третий сектор и так далее. Но вообще надо говорить именно о КСО, надо говорить, понимаете? Для средств массовой информации многих это все еще невиданный звери такой. И на самом деле у нас, ну, поскольку мы с вами уже 30 лет медиа делаем в рынке, у нас есть установка. Ну, как бы, если мы... Если компания, значит, про деньги, понимаете? А вообще корпоративная социальная ответственность начала, как бы, как вы знаете, несколько лет назад развиваться активно. И с нами, я имею в виду, с медиа, тоже надо проводить работу. Больше об этом рассказывать и так далее и тому подобное. Собственно, там, два или три года назад у нас подобная же беседа, я с таким же недоумением, собственно говоря, сидел и все это слушал с... Ну, как бы, внутренне понимая, что вообще-то, ну, слушайте, так это... Это надо через сказку об этом писать, ибо все. Но, разобравшись, я сознал и проникся, и, вот, как видите... И справился. Молодец. И ничего мне не мешает писать о корпоративном социальном допросе «Милости прошу». Роман, спасибо. Сейчас, Ольга, я прошу прощения, извините, что я вас перебиваю. Тут Владимир, вот у нас был, я его... Мне дала возможность сказать, давайте дадим возможность. Давала мне сказать неоднократно, Ирина, но ничего, я все равно вас... Вы меня простите, я знаю. Вы большой профессионал и умница, поэтому вас очень люблю и совершенно не обижаюсь. Значит, что хотел бы сказать? Ведь вот эта вся история... Вы зря совершенно пропустили как-то мимо ушей мою эту вот легенду по треугольнику. Все очень просто. Как только СМИ становится частью этой всей истории, она тут же начинает об этом писать. То есть, условно говоря, когда редакция, редакция местной газеты в городе Котельниково в Волгоградской области разгружала вот эти вот санитарные, эти маски для местной больницы, они разгружали их вместе. Наши волонтеры и журналисты местной газеты. Это была единая акция, они вместе ее делали. Они про это, конечно, написали, но в том же, что это они и делали. Просто вместе с нами, используя наши какие-то мощности и наши, в том числе, средства. Это была совместная акция, и она тогда сразу работает. Почему? Собственно, мы сейчас выступаем с коллегой Карманом единым фронтом, хотя находимся на разных этажах, в разных залах. Да потому что все, мы уже стали одной командой в этой истории. Но дело в том, что это не всегда работает. Пандемия, мы надеемся, все закончатся, и маски не нужно будет разгружать. Что делать-то тогда? Мы не можем всех уважаемых представителей региональных СМИ, например, пригласить к нам и выступить экспертами по нашим социальным предпринимателям, оказывать им поддержку. Соответственно, тот, кто не приглашал, он что, не пишет? Ну вот... Не, не, нужно приглашать максимально всех, приглашать максимально всех к диалогу. Как только появляется диалог в этом треугольнике, все получается. И тот, кто не захотел прийти, ну окей, он не пришел, он не участвует в этом, но он в итоге в долгую, он оказывается в проигрыше. А тот, кто пришел, он получает не только вот этот вот диалог, но и, возможно, с последствием там, с тем же самым бизнесом делать что угодно. Потому что уже все, мы уже в одной команде, мы друг другу помогаем. Слушайте, но на самом деле мы же с вами сейчас участвуем ровно в том, что сделал гениальный там Вадик Ковалев с компанией своих значит злоумышленников, хотел сказать, и единомышленников, и Национальный совет по корпоративному волонтерству и так далее и подобное. Мы средства массовой информации большой бизнес значит сидим за одним столом об этом разговариваем. То есть мы уже втянуты в общую историю. Ну то есть задача втянуть в общую историю и региональные СМИ тоже. Потому что на самом деле не делается самое главное. Надо же прийти к главному редактору посидеть с ним поговорить, понимаете, втянуть его в эту историю. А у нас еще на самом деле очень многие. Вот я ну как бы вспомнив седьмой раз Федорова за следующий момент, если он устроит опрос среди просто средств массовой информации по регионам, так вот вы удивитесь, на самом деле далеко не все отличают третий сектор, НКО, значит корпоративная ответственность, что это, с чем это едят и как это в компаниях вообще внутри устроено. Потому что кто-то думает значит, что это кадры этим занимаются, кто-то вообще не знает о том, что это занимается и так далее. Понимаете? Вот этот вот постоянный диалог он нужен. Если вы думаете, что средства массовой информации как-то догадаются о том, что значит великие компании занимаются корпоративной социальной ответственностью, то это ошибка. Алла Истрахи, живущая в городе Красноярске, который является директором нашего предприятия, ее, конечно, ночью разбудить, спросить, кто занимается корпоративной социальной ответственностью вот, значит, в компаниях, которые присутствуют в КОССР, она сами скажет, вот эти, вот эти, вот эти, фамилии все назовет, понимаете? И они ее тоже знают. Но это исключение больше на самом деле. Я вас немного разочарую, мне кажется, что в регионы для этого ходить не надо. Надо зайти в Москву, посмотреть, как много СМИ в Москве, федеральных СМИ, знают, что такое корпоративное социальное волонтерство, вот это КСО, ответственность социального бизнеса. Я вас уверяю, это будет очень печальные результаты. Ну, собственно, Роман, простите, сейчас у меня Ольга, вот, да, хотелось с нами. Ага, Дело в том, что во всяком случае с региональными СМИ, если работать достаточно адекватно, то они прекрасно пишут примеры. Я вам скажу, пример, надуманная вещь. Сейчас, кстати, очень много меняется в силу того, что, опять же, приходит новое поколение. Общество немножко фрустрировано вот этой пандемией. То есть, очень много фокуса на социальных. А корпоративно-социальной ответственности пишут совершенно нормально. А уж социальных предпринимателей, Кирилл, пишут очень хорошо. Я могу сказать, что мы в сентябре провели пресс-тур наш пермский, пермских журналистов в наш город Чусовой. Маленький. И они с удовольствием написали о этих людях, которые создали свой маленький бизнес. Потому что это очень интересно, это классная история, живая история. Просто иногда бизнес говорит сухим языком. Ольга, я с вами согласен, что о социальных предпринимателях пишут много. У нас как раз с этим проблем нет, я про это не говорю. Я говорю про корпоративное волонтерство. И о корпоративном волонтерстве. Я вообще благодарна Карману, потому что в 2018 году выступил в Москве. И сразу же после этого, через месяц, Костомольская Правда в Челябинске пригласила наших корпоративных волонтеров к себе на эфир. Вот. Вот. Да, действительно, это клевая совершенно штука. И у них партнерство с 2018 года продолжается. Потому что люди поняли, что корпоративные волонтеры, если они делают собственные проекты, не бегут вместе, какую-то акцию делают, а если они делают собственный проект обдуманный, взаимодействуют с властью, имеют какой-то конечный результат, например, там отремонтировали в Челябинске ту же самую поликлинику в поселке Новосинеглазово. Конечно же, об этом напишут. И плюс еще привлекли местных депутатов. Это вопрос упаковки. А как об этом рассказывать? Поэтому сейчас, скажем, карт-бланш, я помню в 2017 год эту нашу пресловутую такую же круглый стол. Те же самые вопросы давали, а вот в СМИ такой же бизнес, пожалуйста, пишите. Сейчас бизнес к нам разворачивается. Я проведу эксперимент, вот у нас 25 числа форум по социальному предпринимательству. Отправлю пресс-релизы в ТАСС, в МТВ, куда еще? В АИФ, и посмотрю, кто напишет. Ребят, это очень круто, потому что у нас мы собираем три площадки социальных предпринимателей, которые не умерли в пандемию. Малый бизнес кормит моногорода. Не пишите про нас. Вот мне совершенно... Напишите про программу «Начни свое дело». Я вот сейчас смотрю, у нас в той же самой республике Башкортостана уже как было тяжело, когда они там писали про ту же... Не хотели действительно писать там в 15-м году про корпоративных волонтеров, но когда пошли проекты, когда мы там оценили социально-экономический эффект, когда об этом стал говорить глава города, конечно, все пишут. Вот. Поэтому тут вопрос, говорит, кошек вы не любите, вы их готовить не умеете. Поэтому со сны тоже нужно каким-то образом работать и показывать. Ребята, у меня клевый совершенно материал про чудесного человека. В прошлом году у нас корпоративный волонтер Иван Баран. Такой мужичок, который работает у нас на заводе, и у него небольшой бизнес. Он развозит дрова, пилит их и развозит. И вот он взял свое шефство несколько старушек отдаленных в деревнях. Так про него телевизионный сюжет совершенно бесплатно ОТР сняла. И вот, и таких историй интересных, мне кажется, для бизнеса, для СМИ много. Пожалуйста, смотрите, выбирайте. Ольга, простите, что я вас перебиваю. Во-первых, с вами тут хотят теперь все поговорить. Во-вторых, я бы хотела извиниться перед Анастасией Лисовой, которую я хотела очень подключить к нашей беседе еще полчаса назад. Мы так увлеклись. Анастасия, пожалуйста, не уходите. Я обязательно сейчас перейду к вам и обязательно мы расскажем про ваши проекты, потому что, на самом деле, НТВ сам, как телеканал, стал лауреатом премии лучшие социальные проекты России. И мы обязательно об этом поговорим. Так, значит, Татьяна, вы хотели Ольге ответить, Марина, если вы хотите. Потому что, если вы не ответите, опять же, отвечу я, это будет хуже. Пресс-релизы мы от ОМК регулярно получаем, сегодня получили три. И это здорово, потому что мы специализированные медиа и мы публикуем. Я понимаю, что, может быть, то есть, наверное, неправильно с точки зрения того, что СМИ должны обрабатывать релизы, они должны их, ну, может быть, отталкиваясь от них, писать что-то более интересное. Мне кажется, что сейчас эпоха релизов уходит. И очень важно писать по-другому и подавать материалы по-другому. У нас была конференция совсем недавно, и мы хотели пригласить представители ОМК, ну, чтобы они рассказали немножко. Мне кажется, что нужно сейчас говорить уже по-другому о КСО. Надо переходить к тому, что меняется в результате, да, то есть показывать, чтобы заинтересовать СМИ, показывать, вот прошла какая-то, не знаю, компания по корпоративной социальной ответственности, что поменялось для каждого человека, ну, который живет на этой территории. Надо рассказывать через изменения в человеке, в каждом, да, для, не только для благополучателя, но и для, там, сотрудника компании, для самой компании. У нас постоянно происходят сейчас изменения, мы меняемся, вот Роман, совсем по-другому стал к этому относиться, у нас происходит тромба в коммуникациях, вот это самое главное, и мы все время говорим, все время, вот как-то у нас очень часто буксует все это. Я замечаю, так как уже давно наблюдаю за подобными дискуссиями, я замечаю, что прогресс идет потихонечку и понемножечку, потому что, конечно, и жизнь меняется, и то, что происходит с планетой, уже требует изменений, совсем другого описания того, что происходит, другого участия медиа, другого участия другого языка. Может быть, нам все-таки нужно уже уходить из вот таких скучных релизов и по-другому подавать все это, да? Да, Татьяна, спасибо большое. Меня тут упрекнули, потому что я угрожающе как-то звучу, когда говорю, что отвечать, когда я буду, если я буду отвечать, то будет хуже, я не это имела в виду, я имела в виду, что я хуже отвечу, потому что мне не приходится постоянно получать пресс-релизы. Марина, вы будете как-то про пресс-релизы понравилась фраза Татьяны «тромб в коммуникациях». Вот мне кажется, что пресс-релизы, Оль, при всем уважении к основам коммуникаций, это как раз тот самый тромб в наших коммуникациях. Ну и вот эта вот фраза, да, вот мы отправили, нате, пишите. Ну, так тоже нельзя, правда? Мы готовы писать и очень много пишем. У нас есть программа, называется «Малыми делами богатая Россия». И вы очень правильно отметили, что написали про какого-то мужчину, который создал своё маленькое дело, потому что оно интересно, и он, наверное, горит этим делом, делает его с душой и искренне рассказывает о нём, поэтому и сюжеты снимают, поэтому о нём говорят. А когда вот возникает такое, ну, как бы похотя, ну, вот мы отправили, пишите. Оль, мы готовы коммуницировать, но вот так как-то немножечко пренебрежительно, что ли, прозвучало. Извините меня, пожалуйста. Извините, я говорила о том, что мы выстраиваем отношения с нашими региональными СМИ, они к нам приезжают. Более того, они охотно пишут о тех историях. И ещё второй вариант. Они охотно пишут о партнёрах наших. Например, сейчас у нас РБК... Ольга, простите, пожалуйста, у вас микрофон, видимо, на наушнике. Вы не могли бы его держать поближе, да, а то его не слышно. Да, дело в том, что у нас вот данный момент РБК Уфа берёт интервью о нашем форуме у нашего партнёра, Центра инноваций социальной сферы. В общем-то, фактически освещает вот это мероприятие замечательно. Вот поэтому, да, ну, всё равно, если лиза не останутся, но тем не менее выстраивание отношений со СМИ в регионах, оно идёт такое как бы постепенное. И о корпоративном волонтёрстве очень хорошо пишут. Поэтому я вот не понимаю, где проблема. Хорошо. Хорошо, Ольга, спасибо большое. Простите, я уже обещала, я должна обязательно это сделать, потому что мне, правда, неловко очень собиралась гораздо раньше подключить Анастасию к нашему разговору, потому что мне очень хочется, чтобы она рассказала про те проекты, которые есть у НТВ, то есть телеканал сам создаёт вот эти благотворительные проекты. Правильно я вас понимаю, Анастасия или нет? Ой, здравствуйте, коллеги. Наконец-то. На самом деле, я, честно говоря, слушала все эти практически два часа спор коллег, и я не понимаю, почему медиа отличают как медиа. На мой взгляд, медиа такой же бизнес, и они должны также создавать свои социальные проекты, чем НТВ непосредственно и занимается. И здесь, как минимум, ещё два медиа, с которыми мы работаем. Это АИФ, АИФ Доброе Сердце. Уже какой год мы вместе с ними делаем путешествие Деда Мороза с НТВ, который, кстати, в этом году получил Teffy Kids. А также вы сидите в Рио, там был логотип спутника. Спутник является постоянным партнёром проекта «Это супер» для детей, оставшихся без попечения родителей. На самом деле, если есть возможность, поскольку всё-таки мы медиа и телек, и мы создаём медиа, то, наверное, вместо того, чтобы рассказать, я бы показала двухминутный ролик. Мне кажется, это более чем достаточно для того, чтобы напомнить всем нам, для чего мы тут собрались. Давайте. Есть такая возможность? Я вот про техническую возможность не знаю, честно говоря, но я надеюсь, что кто-нибудь из коллег... Уже в четвёртый раз всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой НТВ отправился в путешествие по всей стране. Дед Мороз! Чтобы подарить радость детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации. За четыре года Дед Мороз и его верные помощники проехали более 51 тысячи километров. Посетили более 330 социальных учреждений и 300 малообеспеченных и многодетных семей. Подарили 500 тонн подарков. В каждом городе Дед Мороз исполнял самые заветные желания. Артём из Королёва, который после тяжёлой болезни не может ходить, получил в подарок специальный подъёмник от благотворительного фонда АИВ «Доброе сердце» и ноутбук для учёбы. Арина из Тюмени, телескоп, ведь девочка серьёзно увлекается космосом. А Миша из Краснодара поработал в настоящей пожарной части, причём на работу он приехал, как и полагается, на специальном транспорте – квадроцикле. В Ярославле Дед Мороз познакомился с Егором и исполнил его самую заветную мечту – поплавать с дельфинами. Ксюша из Кемерово загадала себе в подарок лучшего друга – щенка и получила от Дедушки Мороза пушистого шпица. А семья Козловых из Нижнего Новгорода, в которой 10 детей, путёвку на море на всю большую семью. В Екатеринбурге Дед Мороз встретился с коллективом поющих бабушек и выполнил просьбу внука одной из них – подарил всем бабушкам микрофоны. А вместе с Яной из Саратова главный зимний волшебник записал трогательную песню для её дедушки-ветерана. В этом году, как и в прошлом, на всём маршруте путешествия к главному зимнему волшебнику присоединялись волонтёры. А Дед Мороз снова стал гостем Международного форума добровольцев, который в этом году прошёл в столице волонтёрского движения – Сочи. Также путешествия Деда Мороза с НТВ и благотворительный фонд «Ты супер!» запустили акцию «Я, Дед Мороз!» Жизнь! Которая мгновенно стала популярной в социальных сетях и получила отклик у зрителей. Более трёх тысяч человек стали добрыми волшебниками и помогли сделать так, чтобы мечты сбылись, а подарки были получены. Анастасия, вы с нами? Да, но, на самом деле, по-моему, это другой ролик, потому что, помимо Деда Мороза, у нас ещё есть проект «Ты супер!» про «Ты супер!» наверняка многие слышали, уже четвёртый сезон. На самом деле, ещё тоже важный момент, который был у вас в вопросах, но мы не обсудили, почему медиа… почему медиа сложно писать про социальную историю, потому что считается, что, ну, по крайней мере, для телека, что это не рейтинговая штука. Но на самом деле, на примере «Ты супер!» которая идёт в прайм-тайм, это большое развлекательное шоу, мы доказали, что это может быть популярным, потому что у нас буквально неделю назад прошёл финал, и он по медиа-показателям обогнал и «Голос» на Первом канале, и «Ледниковый период». Это тоже важный момент, как раз то, о чём говорили коллеги, как упаковывать социальную историю. И, конечно же, если это писать по пресс-релизам и делать очень прямолинейно, то, ну, шансов не так много, и у самих медиа стать популярным и донести до зрителя это в ярко-интересной форме. Ну, помимо прочего, на НТВ выходит программа «Жди меня!» три года назад, если кто не знал, она выходит уже на НТВ. И также, конечно же, информационное вещание. Мы сотрудничаем с большим количеством благотворительных фондов, и на периодической основе выходят сюжеты в новостях, и только в этом году мы собрали более 120 миллионов рублей. На Обучен где-то ежегодно мы собираем около 200 миллионов рублей. Ну вот, вкратце это так. Я к тому, что в целом медиа должны быть не пассивным передатчиком информации, а активно участвовать в КСО и привлекать партнеров. И на самом деле же мы все понимаем, что есть такая штука, как редакционно оправданные материалы. И если партнеры, если создавать эту экосистему, достаточно системно это делать, то, конечно же, есть возможность интеграции партнеров, и чтобы сделать это красиво, интересно и не в лоб. Но над этим медийкой, конечно, нужно работать. Анастасия, спасибо большое. Ну, поскольку... Да, Кирилл, пожалуйста. Я вот послушал ваше выступление и перед этим Ольге Мироновой. И вот это вот слово «упаковать историю», оно прям постоянно проходит через выступление. А я как раз говорил, что правильно будет, если корпорации не будут упаковывать истории. Мы не хотим упаковывать нашу историю. Мы просто хотим делать хорошие, правильные вещи. И наши сотрудники тоже этого хотят. И хотим, чтобы об этом как можно чаще и больше писали СМИ. Причем без рекламы, без пиара именно компаний, о самих делах. Но, конечно, там СМИ будет упомянать... Название компании будет упоминаться, потому что это корпоративное волонтерство. Вот о чем речь. Мы работаем давно, так же, как и все другие крупные корпорации со СМИ в регионах. И мы общаемся с ними, и образовываем их, и у нас отличные со всеми взаимодействия. Но, к сожалению, это, тем не менее, не позволяет выйти на новый уровень, потому что хочется двигаться дальше еще. Хочется, чтобы этих материалов было еще больше, чтобы еще больше людей узнавали об этом. А если мы будем адресно каждый раз выискивать какого-то человека, какую-то ситуацию, которая привлекает внимание в корпоративном волонтерстве, мы будем тратить огромное количество средств и сил, даже не финансовых, просто административных каких-то ресурсов времени нашего для того, чтобы что-то получилось в СМИ, что-то про это кто-то узнал. — Секундочку. Я хотела сказать, вот вы говорили о тромбах в коммуникациях. Вот Кирилл сейчас очень активно продемонстрировал вот этот тромб. То есть мы стоим каждый в своем, то есть мы каждый в своем коконе, мы каждый в своем. Вот мы бизнес, мы не должны. А СМИ тоже говорят, а нам оно неинтересно, вы присылаете свои релизы, и нам они тоже неинтересны, почему мы должны их публиковать. Точно так же, например, вот Роман сказал, ну нужно КСО отделить от НКО, там это бизнес одно, НКО другое, а корпоративное волонтерство, это же проекты совместные, и здесь можно такие истории придумывать совместные, НКО здесь неразделимы. Нет такого. Сейчас это вот какое-то понятие, где эти проекты очень часто успешные бывают. Вот когда они в партнерстве, и НКО здесь рядышком, и они могут транслировать, и от них, может быть, не так будут коммерчески, да, желать получать деньги. И здесь наша общая проблема, ну то есть не проблема даже, а наша подумать так, как сделать, чтобы, может быть, и есть смысл поговорить со СМИ, может быть, взять человека, то есть у вас есть возможность у бизнеса, например, взять журналиста, условно говоря, хотя вы, конечно, заточены на там свою деятельность производственную, но вот сейчас вот период такой, что нам нужно общество, ну то есть и журналистов поставить на свою сторону, да, то есть каким-то образом всех объединить, ведь идея важная, нам нужно, во-первых, компаний привлечь к этой теме, очень мало занимаются корпоративно-социальной ответственностью. Мы правильно говорили, что у нас такие ответственные компании, мы собрали здесь вот людей, которые продвинуты в этом отношении, а посмотрите общую температуру по больнице, много ли занимаются социальной ответственностью? Понятно, ситуация сложная, там люди иногда думают, как бы и организации думают, как бы выжить, понятно, что сложная сейчас ситуация, но ведь очень важно рассказывать, потеряла мысль сейчас, но очень важно так подавать информацию, так коммуницировать, чтобы это заинтересовать всех, люди обязательно должны знать, потому что проблема, она важна для всего общества, да, мы не только мотивируем компаний, мы еще и власть обращаем в эту сторону, обратите внимание, чтобы они поощряли компаний. Спасибо коронавирусу за единственное, когда 1% дали на благотворительность, да, ведь он помог, и это вместе удалось, эту льготу для бизнеса пролоббировать, так можно сказать, очень долго об этом говорили, поэтому очень важно здесь объединяться, чуть выше становиться с корпоративными интересами на какой-то национальный уровень. У меня тут есть предложение, но это, наверное, к концу, да? Ну, у нас уже, честно говоря, осталось 115 минут, я и хотела у нас уже как-то повести в сторону, так сказать, завершения, потому что, ну, честно говоря, вот я думаю, что и Роман, и Кирилл, и сидящий в зале Ковалев, они не дадут мне соврать, потому что мы каждый раз, когда встречаемся по поводу корпоративного волонтерства и средств массовой информации, ежегодно, и каждый раз мы говорим о том, что, ну, давайте, вот мы как-то, давайте, мы будем объединяться, и мы будем это обсуждать. Я почти уверена, что после того, как вот через 15 минут закончится эта секция, никто ни с кем не будет ни о чем договариваться, и даже если договориться, скорее всего, это ничего не получится. Вот, просто по опыту, извините. Вот, поэтому давайте вернемся до нескольких шагов назад, и вот там в качестве завершения поговорим или там, скажем, какие-то свои реплики, отталкиваясь от того, о чем говорил Роман еще в самом начале, что да, у нас пандемия, у нас все еще пандемия, у нас все еще кризис, и все еще очень много, наверное, нужно делать и бизнесу, и власти, и общества. Куда-то пропал Владимир, который так топил за этот треугольник. Вот, давайте, там, не знаю, может быть, по несколько слов каждый, ну, правда, последние 12 минут у нас 10 человек, или сколько, да, нам очень сложно будет уложиться. По несколько слов, может быть, чего вы ждете, или что вы, там, считаете нужно сделать для того, чтобы и люди узнавали о том, что бизнес помогал в пандемию и помогает в пандемию, да, и что, с вашей точки зрения, должны сделать средства массовой информации, чтобы отделить вас, прекрасных, замечательных людей, которые делают хорошие дела, от пиарщиков, которые ничего не делают, зато хотят пропихнуть везде название своей компании. Сейчас я всех обидела, я знаю. Давайте начнем с тех, кто находится с нами онлайн. Мы так вот поменяемся местами с вами. Роман, Ольга, Дарья, Анастасия, вот буквально. А, я вижу, Владимир просто перебежал в соседний кабинет, и теперь сидит с Романом. Нам вот это окошко в зуме больше никогда не, значит, они никогда не замолчат. Вот, поэтому я попросила бы модератора, просто отключите им звук, пожалуйста, когда я махну, ладно? Давайте с вас начнем. Роман, Владимир, вот как-то можно от вас по паре слов в качестве завершения? Ну, я на самом деле в самом начале сказал, чего я жду, и я готов это подтвердить. Я жду, что те 77% компаний, которые по данным Федорова не считают необходимым заниматься корпоративной социальной ответственностью, что они к этому решению все-таки придут, осознанно. А те компании, которые уже этим занимаются и действительно приносят пользу обществу, не стеснялись об этом много подробно рассказывать. Давайте отъедем от этого немножко в сторону. Но чего о нас? Расскажите лучше о программе, да? Давайте рассказывать о вас. О вас. И о программе. Роман, а если над корпоративным уровнем чуть подняться, на национальном, к вам, да, мы поняли. Хорошо, спасибо огромное. А второе, извините, пожалуйста, я все-таки здесь все это время сижу и думаю про мой родной Владивосток, в котором сейчас настоящая беда. Вот мне бы хотелось, чтобы компании, которые там находятся, включились активно в решение этой проблемы и тогда средства массовой информации с удовольствием напишут о компаниях, о большом бизнесе, которые развозят дрова, горячую воду людям привозят и так далее и тому подобное. Понимаете? Напишем без всякого этого слова. Даже не сомневайтесь. Я думаю, здесь все с вами согласятся, Роман. Это правда. Я добавлю еще так, я отсюда их помашу издалека, с галерки. Вот вам типичный пример, абсолютно готовый пример с того треугольника, который я вам говорил. Роман представляет собой активное население, я представляю собой бизнес. Нам еще сюда не хватает какого-нибудь Ковалева, который представляет власть в общественной палате. Вот тебе и бац, вот вам этот треугольник получился. Почему получается? Потому что мы вместе делаем одно дело. И поэтому, что мне убеждать Карманова написать о чем-то в его газете, когда он сам это делает? А ему чего мне отговаривать, если я сам пришел это делать? То есть проблема исчезает сама по себе, о которой мы говорили. Поэтому будьте как мы с Кармановым. Мы поняли, надо клонировать Романа Карманова, но мы пока это делать не будем. Можно, правда, давайте тогда передадим слово. Стоп, стоп, клонировать Карманова не надо. Там сидит прекрасная, например, Марина Мишункина. То же самое я мог сделать с ней, просто Карманов оказался шустрее. На самом деле, совсем не обязательно только лишь Карманов. Я мог войти точно так же в АИФ, например, и все было то же самое, только еще лучше там, наверное. Конечно. Спасибо, Владимир. Надеюсь, Роман не обиделся, и Марина тоже. Спасибо большое. Да, на самом деле, серьезно, то, по крайней мере, в части Владивостока я совершенно согласна сейчас с Романом, потому что в любой ситуации острый, когда бизнес включается в проблему, мы это помним и по пожарам сибирским, и так далее, это всегда дает большой шанс действительно получить хорошую публикацию безо всяких примесей, что называется. Ольга, Дарья, Анастасия, поговорите. Можно я, да? Да, Ольга, да. Ну, прежде всего, в период пандемии, вообще, как бы, кризиса не сворачивать системные программы никакие ни корпоративного добровольчества, ни, там, поддержки третьего сектора, особенно в малых городах и поселках. Социальную предпринимательство такая важная штука. Продвигать тему КСО дальше, еще дальше, и больше. Дело в том, что все равно сдвиги есть, я просто помню 2015 год, я помню 2017 год, и могу сказать, что вот после такого круглого стола у меня выстрелились отношения с комсомольской правдой, с Романом Кармановым, вот, и это ушло в регионы, то есть это все не зря. Сейчас появились новые люди и НТВ, ну, Эхо Москвы и было раньше, всегда, вот, поэтому и выбирать СМИ, выстраивать с ними долгосрочные отношения. Я считаю, что это вот дело, дело времени, вот, а КСО сейчас будут писать очень много и активно, потому что пришло совершенно другое время. Мы помним все экологические какие-то проблемы у компаний, ВСК, и это будет волновать население, потому что пришло новое поколение, вот, поэтому терпение, терпение, еще раз терпение. Ольга, спасибо большое. Дарья, Анастасия? Ну, сложно в чем-то поспорить с коллегами, мы все говорим примерно об одном и том же, я, наверное, от ближайшего будущего жду, что действительно интерес медиа к теме КСО станет повсеместным, сдвиг действительно сейчас есть, если несколько лет назад, я не помню, чтобы в редакции тема звучала в принципе, то сейчас она регулярно возникает в каком-то редакционном планировании, процессах и так далее, это прямо видно изнутри. Ну, и все-таки, знаете, я жду такого движения навстречу, вот есть позиция Кирилла, который говорит, что мы делаем хорошее дело, а вы, друзья, сами ищите историю, и есть позиция СМИ, которая говорит, вы знаете, сколько у нас всего происходит каждый день, да, вот, вас много, я одна, поэтому, если вы мне не объясните, почему я должна быть внимательной конкретно к какой-то вашей теме, то я, наверное, пройду мимо. Я жду, наверное, такого встречного движения, что бизнес будет понимать, что СМИ нужны герои, да, то есть СМИ упакуют самостоятельно, напишут, сфотографируют, сделают видеосюжет, что угодно, но дать героя, дать историю, вокруг которой это можно построить, это все-таки, мне кажется, в значительной степени функция именно бизнеса, который устраивал, организовывал, занимается этим, и как нельзя лучше знает, о чем речь. Вот если будет вот это вот движение навстречу, а нам кажется, там полшага осталось. Ну, например, такой, у нас нет официального слогана, ТАСС в этом смысле, но именно ТАСС в Диджитал продает себя, аудитории, под слоганом о мире, о стране и о нас. Вот о нас это ключевая история, потому что мы в стране рассказываем о людях, которые в ней живут, и что-то хорошее делают. Поэтому, если у нас такие герои будут, нам будет, ну, как бы гораздо легче делать свою работу. Дарья, спасибо большое. Анастасия? Ну, я, поскольку маркетолог по своей сути, и я считаю, что на самом деле почему-то ошибочно приплюсовывать к СОО, к чему-то сложно корпоративному. Обычно его вспоминают, когда есть годовые отчеты у корпораций. Ну, то есть сейчас ни у кого нет вопросов к корпорации, что пиарщик должен быть хороший. Ну, то есть если пиарщик условно не продал свою новость СМИ, то, наверное, тоже дело немножко в пиарщике. Рекламные ролики, они должны быть эффективными, красивыми, и, ну, картинка должна быть яркой. Но почему-то, когда мы говорим про благотворительность, хотя посмотрите, какое огромное количество крутых социальных роликов за рубежом, как по-другому вообще относятся вообще подача этой темы. То есть, почему-то, когда я говорю мы про КСО, это всегда должно быть либо воинственно и агрессивно, как было немножко в начале, либо это должно быть очень грустно. На мой взгляд, вот когда я говорю под словом упаковать, мы же медийщики, мы имеем в виду, мы непосредственно знаем рейтинги и популярность. это имеется в виду не в плане как-то так красиво показать, а в плане, чтобы для вас же это было эффективно, чтобы мы охватили максимальное количество зрителей в нашем случае. Вот. Поэтому мне кажется, что нужно просто двигаться в сторону популяризации, может быть, чуть-чуть добавить маркетинга во всю эту историю и попробовать мыслить более как-то глобально. Вот. Спасибо большое, Анастасия. Те, кто сидят со мной за одним столом, пожалуйста, я вас не заставляю высказываться, если вам сказать нечего. Я вас только прошу обязательно, включая микрофон, помнить, что у нас осталось совсем мало времени. Если вы будете максимально кратко выступать, я буду вам страшно благодарна. Давайте вот так вот пойдем с Мариной и до Галины. Опять же, еще раз, если вы не хотите говорить, я вас не заставляю. Вы знаете, мне очень импонирует позиция Насти и Дарьи. И со своей стороны я бы добавила, что давайте начнем вот с себя. Ведь абсолютно права Настя, говоря о том, что мы, представители медиа, тоже вполне вовлечены во все эти вопросы, которые обсуждаем с большим бизнесом. Мы тоже в КСО. В этом году не только НТВ, мы тоже получили большую награду за лучший социальный проект в освещении Великой Отечественной войны. Это мультипликационные фильмы, где АИФ, и где мультфильмы. Но можем и это, и можем многое. Если говорить о глобальном целеполагании, то сейчас, наверное, нет целеполагания заработать любой ценой. Сейчас такое общее целеполагание изменить мир. А волонтеры в какой-то степени показывают нам мир будущего. И мы, представители медиа, поддерживая инициативы волонтеров, поддерживая КСО, в какой-то степени соучаствуем в формировании этого общества. И нам это, поверьте, очень близко. А что касается упаковки, да прости от меня, представители бизнеса, это действительно очень важно. И она должна быть исключительно прекрасной для того, чтобы она заходила не только нам, издателям, но и аудитории. Марина, спасибо большое. Татьяна? Спасибо большое. Во-первых, я хотела поблагодарить всех представителей СМИ, которые сегодня высказались, поскольку совершенно ясно мне, что, Кирилл, эти люди создают тренд. И я очень надеюсь, что в ближайшее время та проблематика, о которой вы сказали, она будет сдвигаться, поскольку я слышу, как много нас, на самом деле, коллеги делают. И конкретный пример сегодня Роману Карманову хотела поблагодарить «Комсомольскую правду» за то, что вместе, поработав над повесткой и над упаковкой, мы, например, сделали кейс, инициатором которого выступили те самые корпоративные волонтеры, о которых мы сегодня говорим, и запустили 5 апреля, буквально через неделю после локдауна, 10-часовой радиомарафон «Добро против коронавируса», где принимало огромное количество тех людей, которых мы сегодня с вами называли герои, упаковывали это все в стори-теллинг, если говорить об упаковке, и думали над форматами, не только пресс-релизов. Вот, на мой взгляд, это очень удачный пример, и таких примеров, на самом деле, много в тех средствах массовой информации и у тех коллег, кто сегодня здесь в зале. И я хотела сказать о том, что это, безусловно, дорога с двусторонним движением, но я думаю, что это двустороннее движение должно у нас привести в точку, которая, ну, я бы сформулировала это так, повестка корпоративно-социальной ответственности одинаково важна и для корпораций, и для средств массовой информации. Это must-have, которые средства массовой информации в какой-то момент, возможно, закрепят в своей информационной политике. Спасибо большое, Татьяна. Татьяна, да, спасибо большое. Ну, я еще раз хочу поблагодарить ассоциацию Монитеров, которая проводит мероприятия регулярно на эту тему, и мне все-таки хотелось бы, чтобы мы на наших круглых столах также продвигались немножко в повестке, потому что мы говорили все-таки в последний раз, что хорошо бы такую коалицию сделать ответственных журналистов и медиа на эту тему, но если что-то не делается, то, наверное, этому есть причины. Может быть, люди или организации пока не готовы объединяться или продолжать эту тему. Я пока не знаю, у меня нет пока ответа, но мне бы хотелось, чтобы больше главных редакторов, а не пиарщиков и маркетологов от медиа участвовали. Все-таки мне хочется, чтобы больше творческим составом медиа все-таки участвовали. Хотя я очень люблю и Марину, и всех, кто здесь выступил, от медиа, и Роман, здорово, что такие программы есть. Но, тем не менее, хочется больше все-таки людей, которые непосредственно влияют на повестку публикации в самих медиа. И мы сейчас начали курс для журналистов по корпоративной социальной ответственности и социальному партнерству. Вы знаете, журналисты прямо, они говорят, неужели такое происходит? Мы этого не знаем. И это так здорово, что они выйдут, и уже что-то как-то будет просвещены по этой теме. Мне кажется, что это очень важно. Это тоже то, что может нас объединить. Мне кажется, что пока мы каждый... Понятно, что это близко нам. Вот у каждого со своей корпоративной высоты видят эту проблему и решают ее сам. Вы представляете крупные медиа, федеральные каналы. Это просто круто, это замечательно. Но, тем не менее, объединяясь в этих проектах, по которым я сказала, например, какой-то курс хотелось бы разработать, и у каждого из нас есть свои связи. Я могла где-то в МГУ, в каких-то других вузах и в городах что-то провести, но у меня не такой выход на, может быть, вузы. Я знаю, компании работают с вузами. Давайте, может быть, мы объединим в этом отношении какую-то нашу повестку. Я бы хотела... Я за коллаборацией. И я считаю, что это очень выгодно заниматься для каждого. Для медиа это выгодно. Вот когда мы поймем эту выгоду, тогда, мне кажется, и будем объединяться, потому что медиа это выгодно, потому что повестка эта становится очень актуальной. Компаниям это выгодно. Вот мы обсуждали с журналистами ситуацию, простите, с экологическую, с норильским никелем. И когда я рассказала им, что делает компания с точки зрения социальной, они говорят, у нас изменилось уже даже отношение, несмотря на то, что они делали обзор по тому, что происходит, и как компания, какие меры принимают для выправления ситуации. Извините, что я... Да, вы... Все, да? Да, все? Вот, хорошо. Спасибо большое. Коллеги, вам спасибо, что вы решили не говорить последние слова, но спасибо, что вы активное участие принимали в этой дискуссии. Ну что же, давайте завершать. Мы всего на три минуты вылетели. Для меня, как для родительщика, три минуты – это ужасная боль. Но вы все просто потрясающе молодцы, потому что мы, на самом деле, совсем даже не задержались. Как мне кажется, всем удалось сказать, надеюсь, что коллаборация произойдет, что, может быть, произойдет не такая масштабная коллаборация, а какие-то другие коллаборации по итогам этой дискуссии. Я напомню, что называлось это «Как рассказать о волонтерских программах на широкую аудиторию в период кризиса и пандемии». Надеюсь, какие-то ценные советы все-таки мы друг другу дали. И давайте я напомню коротко о том, что в этой дискуссии принимали участие директора по корпоративным коммуникациям «Теледва» Кирилл Алявдин, главный редактор журнала бизнеса «Общество» Татьяна Бачинская, заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов, директор по маркетингу НТВ Анастасия Лисова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова, первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина, заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пинчилова, вице-президент промышленно-металлургических холдинг Калина Ратникова, директор департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова, директор департамента внешних связей «Еврахим» Владимир Торин. Меня зовут Ирина Воробьева. Спасибо вам огромное.